Уважаемые коллеги, но вот занятия Владимира Николаевича Топорова и Вячеслава Силовича Иванова мифологиями, по-моему, не требует никаких комментариев. И одна из их книг, «Исследования в области славянских древностей», по сути дела, во многом определили вообще мой интерес и желание заниматься наукой. Она была прочитана на студенческие годы в Владивостоке, понятном городе, очень далеком от столиц, когда была единственная возможность прикоснуться, что называется, большой науки только чтением книг. И я вот только что вернулся из такой достаточно большой, длительной экспедиции по Китаю, и дети дома оставались с бабушкой, долгое отсутствие. У Насти, дочери, родил вопрос, бабушка, а почему папа ученый? Ответ на этот вопрос, сегодня я даже могу сказать так, что прочитал книгу Вячеслава Силовича Ивану и Владимиру Николаевичу Топорову, исследуемую область славянских древностей. И тема моего доклада, она, собственно говоря, родилась после тоже экспедиции, экспедиции прошлого года. Такой достаточно редкой уже в наше время встречи с изнадвичательными исполнителями, знатоками прозаического фольклора. Это было в Забайкальском крае, Борзинский район, село Шонухтуй. Нелли Григорьевна Тишина. Вот, общеизвестно, что, допустим, русская сказка, она фактически ушла из такого же убытования, вдруг я совершенно случайно, а может быть и не случайно, тут, так сказать, сложно как, вот, встретился с настоящей сказочницей современной, вот, пожилая женщина, конечно, но она, как бы, сказки не, так сказать, не вспоминала, как вот ей рассказывают, она сама их рассказывает достаточно активно, даже вот в своем пожилом возрасте для своих внуков, правнуков. вот, и рассказала историю о происхождении Тарбагана, которая, конечно, меня, вот, на тот момент страшно поразила, и, в общем-то, так сказать, периодически я возвращался к этой истории, смотрел какую-то параллельную литературу, и, в общем-то, она сейчас, вот, это небольшое изыскание, и выливается вот в это небольшое сообщение. Собственно говоря, Тарбаган, это класс млекопитающие, это ряд грызуны, семейство бельичьи, род сурок, вид Тарбаган, монгольский сурок, вот так дают биологи, и, значит, в общем-то, это такое небольшое животное весом до от трех до семи килограмм, и, вот, в основном проживает оно, вот, в этом ареале, здесь есть небольшая такая карта, и здесь мы видим, что это и, собственно говоря, Забайкалья, при Байкалье, внешняя Монголия, внутренняя Монголия, и, собственно говоря, Манчжурия, и, значит, вот тот регион, в котором, как бы, была записана эта история, это вот где-то вот здесь, вот край, северный край, значит, да, и, собственно говоря, эта история была рассказана в связи, в общем-то, еще и с тем, что я постоянно, и от Нали Григорьевны, и потом уже, как бы, от других исполнителей, и до этого часто слышал, что на Тарбаган достаточно активно охотились, и, собственно говоря, об этом были две причины, первая причина, достаточно хороший мех, вот, и его, так сказать, добывали, продавали, в частности, китайским купцам, и мясо, и по рассказам, так сказать, моих респондентов, вот как раз, благодаря Тарбагану, в очень сложные, голодные годы, людям удавалось выживать, это несмотря на то, что, в общем-то, Тарбаган является таким, естественным, ну, что называется, носителем чумы, природной чумы, значит, да, и в этом есть, так сказать, определенная такая опасность, тем не менее, его добывали, так сказать, мясо принимали в пищу, но, как выяснилось, не все, значит, не все мясо можно было есть, дело в том, что, и, как бы, вот запрет на поедание небольших кусочков, которые вот находятся, вроде как бы под мышек, значит, сам-то, он, видимо, существовал повсеместно, потом я уже, как бы, стал расспрашивать, и получал ответы, как бы, однозначно, тут, знаете, вот, как говорил Юрий Иванович Смирнов, что знаешь, что и спросишь, что спросишь, что и найдешь, то есть, когда я начал спрашивать, то, оказывается, это было известно повсеместно, что нельзя, так сказать, есть вот два таких маленьких, что-то какие-то железа, которые находятся, железы, которые находятся на подмышку тормогана, потому что это человече мясо, вот, то есть тормоган произошел от человека, и вот такие истории, миф о происхождении как раз тормоганного человека, они достаточно широко распространены как бы в Монголии, судя по всему, на Алтае и вот среди, так сказать, Маньчжур. Вот я сейчас покажу небольшую подборку Потанина, который записывал о происхождении вот как раз тормогана из человека, и здесь есть как бы основная история такая, значит, что сначала это был человек, стрелок, вот, и он, значит, подстрелил там крыло у птицы, к примеру, какой-то, значит, да, или хвост, вот, но промахнулся, проклял себя, отрубил большой палец, зарылся в землю и сказал, чтобы мне только четыре месяца жить в году, то есть, собственно говоря, вот летом, когда тормоган в основном уходит. И, между прочим, вот, если посмотреть на фотографию тормогана, я не знаю, на этой видно или нет, ну, вот, у него, нет, не очень видно, но у него как раз вот эти вот, у него четыре вот лапка, как бы, таких четыре вот пальца, значит, а большой он, как бы, обрубленный, вот, и они очень похожи, как бы, на человеческую руку, значит, да, вот, если подумать, что вот этот передний, кстати, палец был обрублен, значит, да. Особое внимание, вот я хочу обратить на текст В, Сурок был прежде человек, охотник, в то время было три солнца, он наметил попасть в одну из лук, ну, промахнулся, осердился, отрел себе палец, зарылся в землю. И вот Г, тоже, как бы, четыре солнца, на каждой стороне небо по солнцу, начал стрелять по солнцам, и три уже застрелил, и тогда Бурхен Бакши испугался, ну, это верховный бог, что не будет света на земле, и обратил этого охотника в Сурка. Вот здесь в последнем случае это, так сказать, в качестве наказания верховный бог этого охотника превращает в Сурка, и, собственно говоря, поэтому у него и оставьются кусочки человеческого тела. И, между прочим, вот этот сюжет о стрельбе по солнцу, он очень хорошо известен в Центральном Китае, на Тайване, среди малых народов Мяо, значит, и исследователи говорят, что это один из немногих таких вот сюжетов, китайских сюжетов, которые имеют аналогии в монгольском мифологической традиции и мифологической традиции Тунгуса-Манжуров. И, значит, вот в эту поездку мне удалось записать еще один сюжет о происхождении Тарбагана, значит, он был записан от китайского русского, причем по его заверениям, значит, он якобы это слышал непосредственно от китайцев, там была совсем другая история о том, что была какая-то война, вот, и там победившие воины, они, значит, должны были возвращаться домой, и им было сказано, что вот кто-то, если вы, значит, ляжете ночью спать и головой, значит, на запад, то у вас учетесь дома, а если наоборот, то, как бы, не ложитесь наоборот, что называется, значит, да, ну, часть легла наоборот, значит, да, и те, кто легли наоборот, они попали не домой, а стали, так сказать, Тарбаганами, вот тоже, как бы, некие такое наказание за нарушение вот определенного правила здесь присутствует. Но вернусь вот к той записи, которая была сделана в стиле Шонахтой, а само название этого села, значит, да, вообще, как бы, в переводе на русский из бурятского это «волчье». И, на самом-то деле, в этом селе достаточно много жителей, таких вот коренных жителей, которые, ну, сабинно себя называют гуранами, да, и антропологически, конечно же, они больше похожи на, так сказать, бурят и тунгусов, которые, как бы, раньше здесь жили. Собственно говоря, вот Нелли Григорьевна, она также, так сказать, видом своим больше, конечно, напоминает, вот, так сказать, у нее действительно есть тунгусские крови, но не только тунгусские, и я предлагаю послушать ее небольшую историю. Вот, говорит, девчонка нагуляла, прижила себе живот, и от стыда, но никто, она как-то скрывала, как там уж она могла, и она пошла на речку топить ребенка. А в другом месте, недалеко от нее, ну, тоже она ее не видела, не знала, и это, та пришла, девчонка, полоскать белье, на речку, и вот между ними спустился Бог, и он вот эту, которая, вот, родила, ребенка утопила, он ее простил, а ту ее, которая в пятницу стирала, он ее наказал, взял, сделал ее торбоганом, и вот у торбогана под мышками, вот, маленький такой, кусочек белого мяса, вот когда торбоганов же мы вот едим, слышал про торбоганов-то наверное, а, ну, раз и Читинский, наверное, слышал, и вот там, его выбрасывают, и все, кусочек белого мяса, вот, и это правда, и вот мне мама всегда говорила, ты лучше воскресенье стирай, ты не стирай не на себя, а на ребенка, тем более не стирай, вот, вот это, а вот Маринка Авдеева, она, да сейчас, она в среду замачивает, в четверг, вот тут-то жили, идешь, и забуду, что в четверг, смотрю, в Маринке белье, ну, значит, в четверг Маринка, вот, слушалась мать, вот, вот, всегда стирала в четверг, в пятницу нельзя, вот, стирать, вот, ну, не знаю почему, но так говорят. Ну, собственно говоря, вы прекрасно понимаете, что это, так сказать, сюжет о том, как Парасковая Пятница, собственно говоря, наказывает девушку, которая стирает в пятницу, и один из таких текстов опубликован в книге Ольги Беловой и Кабаковой, значит, у истоков мир, русские теологические легенды. Парасковая Пятница ходила по земле, идет и видит, она стоит на реке, крестьянская девушка, моет белье, дело было в пятницу, так будь же ты проклята, сказала тогда Парасковая Пятница, живи же ты весь век, свой в тине до грязи около реки. Девушка тотчас же билтыхнула с водой, обратилась в лягушку, поэтому живет теперь лягушка около воды, поэтому эта лягушка имеет некоторое отдаленное сходство с человеком. И, между прочим, вот этот сюжет, он о казании, собственно говоря, богородицы, девушки, которая стирает в пятницу, он известен за Байкалией, в частности, записанной от китайских, русских, предки которых когда-то жили в восточном Забайкале. По сути дела, произошло вот в этой точке соединения, как бы встречи русской, православной и, так сказать, бурятской, или, скажем так сказать, бурят-монгольской культуры, произошла встреча двух сюжетов, которые соединились на одной точке, точке наказания человека за какой-то проступок. И, по сути дела, мы имеем такой редкий, но очень интересный пример такого взаимопроникновения двух мифологических традиций, которые, так сказать, совершенно спокойно функционируют в этом регионе, в таком, так сказать, в русско-бурят-монгольском мире. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok